Советский двухсерийный фильм «Приключения Буратино» вышел на телеэкраны в начале января 1976 года. Ленту сняли на студии «Беларусьфильм» в 1975 году. Фильм считается культовым. В этом году картине исполнилось 47 лет. Я бы хотела вспомнить актеров фильма и рассказать, как сложилась их судьба. Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Иосифов. Мальчика заметил ассистент режиссера и пригласил на пробы. На тот момент актеру было 9 лет. Роль Буратино прославила Дмитрия, и предложения по съемкам начали поступать к нему одно за другим. После школы актер окончил в ГИК и по распределению попал в Минский театр-студию киноактера. Параллельно Дмитрий Иосифов снимался в кино и учился в Белорусской государственной академии искусственного режиссера. Актер сыграл роли в фильмах «Про красную шапочку», «Крупный разговор», «Под маской черной кошки», «Чемпион мира» и в других. В конце 90-х Дмитрий приехал в Москву, где начал карьеру режиссера. Он снял большое количество рекламных роликов, а с 2005 года начал снимать телевизионные сериалы и фильмы. К примеру, им были сняты ленты «Уходящая натура», Екатерина, Елизавета, «Диверсант Крым» и другие. Дмитрий Иосифов женат, у супругов есть три сына – Андрей, Антон и Артем. 22 октября актеру исполнится 58 лет. Мальвину сыграла Татьяна Проценко. Ее утвердили на роль после сложных кинопроб. После работы в фильме «Приключения Буратино» Татьяну Проценко пригласили на главную роль в картине про «Красную шапочку». Но незадолго до съемок актриса упала с велосипеда и получила сильное сотрясение. Сниматься Татьяне не разрешили. На этом ее актерская карьера закончилась. Позже она отучилась на киноведческом отделении в ГИКО, стала поэтессой и работала в центре Ролана Быкова. Татьяна Проценко снималась в документальном кино, давала интервью и была гостем многих телепередач. В первом браке у актрисы родилась дочь Анна. Вторым мужем Татьяны Проценко стал актер Алексей Войтюк, от которого в 2004 году она родила сына Владимира. В 2018 году у актрисы был диагностирован рак. 19 мая 2021 года Татьяна Проценко ушла из жизни. Ей было 53 года. Актрису похоронили в Москве на Пыхтинском кладбище. Роман Сталкартс сыграл Пьеро. На съемки он попал случайно. На каникулах Роман вместе с мамой пошли на кинопробы, где Роман прочитал стихотворение и его взяли на роль Пьеро. Однако фильм «Приключения Буратино» стал единственным в его карьере. Роман Сталкартс о карьере актера не думал. Он пошел по родительским стопам, в медицину. Роман Сталкартс стал детским врачом. Он женат. В браке четверо детей. В 1990 году Роман Сталкартс переехал в Израиль. Сейчас ему 58 лет. Артемона сыграл Томас Аугустинос. На съемках мальчик был влюблен в исполнительницу роли Мальвины Татьяну Проценко. Он дарил ей подарки, пытался по-детски ухаживать, но девочка наотрез отказывалась обращать на него внимание. Роль в «Приключениях Буратино» стала для актера единственной. О его жизни практически ничего не известно. В 1985 году его семья эмигрировала в Канаду, где Томас Аугустинос позже открыл собственный бизнес. Сейчас ему 57 лет. Папу Карло сыграл Николай Гринько. Он начал свою карьеру в качестве актера в 1951 году. Николай Гринько сыграл Крепостного в картине «Тарас Шевченко». Всего актером было сыграно более 150 ролей в кино. Он сыграл запоминающиеся роли в фильмах «Приключениях Электроника», «Приключениях Буратино», «Сталкер», «Солярис», «Предлагая руку и сердце», «Оленья охота», «Гражданин Лешка», «Два долгих гудка в тумане» и во многих других. 10 апреля 1989 года Николай Гринько ушел из жизни. Причиной его смерти стала лейкемия. Актеру было 68 лет. Он два раза был женат. Детей у Николая Гринько не было. Актер покоится на Байковом кладбище Киева. Лису Алису сыграла Елена Санаева, дочь известного советского актера Всеволода Санаева. Актриса часто исполняла яркие, характерные небольшие роли в кино. Самые яркие из них она сыграла в фильмах «Чучело», «Пена», «Приключения Али Бабы и Сорока разбойников», «Тайна черных дроздов» и в других. Роль Елены Санаевой в «Приключениях Буратино» навсегда вошла в золотой фонд советского кино. Актриса по сей день снимается в кино, а также с 2009 года играет на сцене театра «Школа современной пьесы». В первом браке с инженером Владимиром Конузиным у актрисы родился сын Павел, который пошел по стопам матери. Вторым мужем Елены Санаевой стал актер и режиссер Ролан Быков. 21 октября Елене Санаевой исполнится 81 год. Кота Базилио сыграл Ролан Быков. В 1954 году актер впервые появился на экранах, сыграв парня-реалиста в картине «Школа мужества». Одну из своих первых крупных ролей Ролан Быков сыграл в дебютном фильме Алексея Баталова «Шинель». На протяжении последующих 30 лет актер работал на киностудии Мосфильм. Он сыграл более 100 ролей. Обладая широким актерским диапазоном, особенно прославился как яркий характерный комедийный актер. Ролан Быков снялся во многих фильмах, со временем ставших культовыми. Среди них «Я шагаю по Москве», «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам» и многие другие. Также актер исполнял и драматические роли. К таковым относятся его роли в картинах Андрей Рублев, «Комиссар», «Мертвый сон», «Служили два товарища», «Серые волки» и в других. Ролана Быкова знают и как режиссера порядка 10 фильмов для детей и юношества. Его картины часто подвергались критике. Самый большой резонанс вызвал его фильм «Чучело». Выход ленты актер и режиссер пробивал очень долго. Тем не менее, во время перестройки фильм «Чучело» был удостоен государственной премии СССР. Первой женой Ролана Быкова стала актриса Лидия Князева. В браке они усыновили мальчика Олега. Он скончался в 2002 году. В браке с Еленой Санаевой у актера не было детей. 6 октября 1998 года Ролан Быков ушел из жизни. Ему было 68 лет. Причиной смерти актера и режиссера стал рак. Ролан Быков покоится в Москве на Новодевичьем кладбище.